МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году присутствовали ветераны, представители администрации, казачества, духовенства, школьники и студенты. Зажили боевые раны, однако память о том подвиге, который совершили наши бойцы во имя покоя мирных граждан, остается в сердцах каждого. Почтить память погибших пришел заместитель главы администрации муниципалитета, атаман Северского района Александр Дедов. В этой войне наши воины показали беспрецедентное мужество, великое умение воинское, доблесть, честь и отвагу. Они гордо пронесли знамя русского солдата там, на чужбине. И мы всегда будем помнить их, мы всегда будем благодарны их подвигу, мы всегда будем рассказывать об этом нашим детям. Низкий земной поклон и вечная память героям. После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориалу в память о тех бойцах, которые так и не вернулись домой, сражаясь за мир. Война в Афганистане поделила жизнь целой страны на до и после. Те бойцы, что вернулись домой, никогда не забудут, через что им пришлось пройти. А мы должны всегда помнить об их подвиге, чтобы никогда больше не совершать ошибок прошлого. В 2019 году отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана. В преддверии этой знаменательной даты по поселениям Северского района проводятся встречи с военнослужащими, входившими в состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане. На торжественном мероприятии, которое состоялось в Северском доме культуры, к ветеранам боевых действий, их родным, членам семей погибших в Афганистане, обратился глава поселения Игорь Крикун. Я хочу поблагодарить всех тех, кто отдал свой воинский долг, тех, кто погиб в вечной памяти, а вам здоровье и низкий поклон. Официально вывод войск из Афганистана состоялся 15 февраля 1989 года. К этой годовщине учреждена награда – медаль 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Глава северского поселения вручил юбилейные медали ветеранам и родственникам погибших воинов. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Натиск и упорство – никогда не стоять на месте, любой ценой выполнить поставленную задачу. Вот что всегда отличало воинов-интернационалистов, с честью выполнявших воинский долг в Демократической Республике Афганистан. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, телерадио компания «Атаман». В зале районной администрации состоялась неочередная сессия совета. Депутаты обсудили изменения в решении совета 20 декабря 2018 года о местном бюджете и на плановый период 2020-2021 годов. Также участники сессии рассмотрели порядок заключения соглашения с органами местного самоуправления. Все вопросы нашли поддержку депутатов. В конце мероприятия Руслан Лемпель обратился к участникам совета с просьбой активнее сотрудничать с представителями инициативных групп поселений и оказывать им необходимую поддержку в решении имеющихся проблем. В зале районной администрации состоялось заседание инициативных групп поселений Северского района. В каждом из них за последнее время скопилось немало проблем, требующих решения на уровне муниципалитета. Поэтому жители обратились за помощью в районную администрацию. Предполагается, что представители групп станут незаменимыми помощниками руководства поселения, поскольку прекрасно знают все проблемы изнутри и могут подсказать пути их решения и, конечно же, наладить связь между властью и населением. По результатам этой работы выделено немало проблемных моментов. Так, в Михайловском сельском поселении одним из первоочередных вопросов, требующих решения, является ремонт асфальтового покрытия дороги по улице Буденного, Путро-Ананевского, строительство спортивных площадок для взрослых и детей. Существует проблема нехватки медицинского персонала. В Уильском городском поселении озвучена проблема с подачей электроснабжения. Активистов волнует также проблема отсутствия библиотеки. Старое здание непригодно для хранения книг и посещения. Требуется либо построить новое, либо выделить уже имеющееся помещение. На встрече с инициативной группой Черноморского городского поселения участники встречи обсуждали о необходимости восстановления дороги и тротуара от поселка Черноморского до Октябрьского, а также ремонтной работы в Доме культуры. Необходимые документы на восстановление кровли получены, и процесс двинулся с мертвой точки. Одним из самых обсуждаемых проблем в Азовском сельском поселении обустройство тротуара, уличное освещение и ремонт подвесного моста по улице Советской. От инициативной группы Львовского сельского поселения поступило предложение по улучшению качества электроснабжения по улицам Новая, Светлого, Чапаева. Отмечена нехватка медицинского персонала. Сактиму Афибского поселения обсудили экологическую ситуацию, связанную с мусоросжигательной установкой и вредным соседством с Инемской мусорной свалкой. Участники группы Северского сельского поселения отметили плохое качество поставляемой воды. Следующая встреча представителей администрации района и представителей инициативных групп состоится через два месяца. К этому сроку часть озвученных проблем должна быть решена. 12 февраля в гостеприимных стенах Ильского дома культуры прошел муниципальный этап краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою моё Отечество». Более 30 солистов и творческих коллективов района собрались на одной сцене, чтобы спеть песни о великой победе, родине, патриотизме и Отечестве. ПЕСНЯ В каждой номинации жюри фестиваля оценивало уровень исполнительского мастерства конкурсантов и актуально затронутых в произведениях тем. По итогам фестиваля определили победителей. В конкурсном направлении «С любовью к отчизне» признаны лучшими выступления Краснодарского краевого колледжа культуры – ансамбль «Небеса» Дарьи Бердника и Анастасия Гордеевой. Лучшими из лучших в конкурсном направлении песни «Великой Победы» стали Александра Жукова, Юлия Ансимова и ансамбль Краснодарского краевого колледжа культуры. ПЕСНЯ Победители муниципального этапа будут представлять Северский район на краевом фестивале героика патриотической песни «Поём моё Отечество». Супермаркет на воде недавно появился в Дубае. Купить что-нибудь, перекусить и некоторые другие товары теперь можно прямо на пляже, на яхте или даже катаясь на гидроцикле. «Многие ходят на пляж, катаются на водных лыжах, на лодках, и мы хотели обслуживать их везде». Покупатели делают заказ по телефону, через мобильное приложение или просто подплывая к судну. Магазинчик обслуживает как яхты и катамараны, так и отдельных отдыхающих. На пляж заказы доставляют на небольшом катере. Сотрудники говорят, что наибольшим спросом здесь пользуются мороженое, бутерброды и свежие соки. Всего на такой яхте более 300 наименований товара – от майонеза до солнцезащитного крема. Кроме этого, на борту есть кафе, где можно заказать свежий салат, картофель фри, куриные наггетсы и кофе. Такой мини-маркет не просто удобный. Его создатели говорят, что он экологичный. «Для энергии мы используем электромоторы, которые работают на батареях. Эти батареи заряжаются либо от генератора на борту, от которого работают кухонные приборы, либо на берегу. На моторы уходит до 60% меньше топлива». Плавучий магазин собирает мусор в море с помощью специальной корзины. Он также оснащён системой очистки воды. Разработчики планируют создать и другие подобные суда на воде. Например, розничные магазины и даже плавучую машину скорой помощи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин